День добрый, сегодня вторник на часах 13 часов и 5 минут. С нами Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». Традиционно в этот день и в это время. Приветствую, Владимир. Приветствую, Володя. У нас снова начинается безалкогольный вторник. Безалкогольный вторник. Даешь чаще. Да. Ты знаешь, компания «Ветич», я хочу напомнить, занимается еще и, можно сказать, просветительской деятельностью в очередной раз на сайте компании «Возрастное ограничение 18 плюс», напоминаю. Я с удовольствием прочитал статью о том, что немецкие ученые исследовали хмель, исследовали, исследовали и такисяки, нашли в нем некие вещества, которые препятствуют возникновению цитокинового шторма. Ну, цито-цитос от греческого клетка. Это воспалительная реакция в организме, которая приводит к атаке иммунитета на собственные клетки и ткани, когда организм наш жрет сам себе. Я не видел этой статьи на сайте. Да, есть. Ты серьезно? Есть. Вообще. Есть. Напоминаю. Очень любопытная статейка. С удовольствием прочитал. Нет. Логически становится понятным, что если, так сказать, хмель способен предотвратить цитокиновый шторм, а это одна из основных причин опасности коронавируса. Летального исхода. Да, да. Совершенно правильно. Правильно. Потому что сам все коронавирус это коронавирус, а вот его последствия в виде цитокинового шторма, да, это серьезно, согласен. Я читал об этом. Ну, забавно, крайне тогда. Любой вариант продукции вятич, ну, за исключением совсем уж детских веселых лимонов. Безалкогольный, да, больно. Конечно. Но, обрати внимание, что в безалкогольном пиве вятич хмель присутствует, полный рост. Он совершенно там прекрасно присутствует. В отличие от продукции, которую покупают достаточно большое количество икоровчан, хмель у нас есть. Так, по поводу продукции, если не ошибаюсь, очередное исследование было проведено, какие-то новые результаты любопытные. Ну, я тебе писал, не писал, я не писал, да. Значит, пришли бумаги буквально на той неделе, опять независимая лаборатория исследовала наши образцы, плюс образцы известных компаний достаточно, на содержание высших спиртов. Что это значит? Ну, высшие спирты. Простому человеку. Да, высшие спирты это сивуха по-русски. А, это то, от чего бобо потом, вот и всякие негативные явления. Это то, от чего по утрам у тебя нет счастья от того, что ты ощущаешь вот это, вот это и вот это. Дело в том, что в пиве, безалкогольном, разумеется, максимальное по норме содержание должно быть 93 миллиграмма на литр продукции. Прям ГОСТ такой, да? Это, ну, я не помню, это ГОСТ или не ГОСТ, но это норма. Да, это норма. Будем считать, что это требование, которого нужно четко придерживаться. У Виотич спокойно, совершенно по всем образцам идет в районе 90. То есть у отдельных сортов, там до 78-79, вот такой показатель, ну, там меньше по плотности сорта. А основная масса, да, не более 90. То есть в этом смысле абсолютно идентичный результат показывает фирменное, немецкое, безалкогольное, разумеется, пиво. Ну, опять, как и в прошлый раз, то исследование, о котором мы говорили, опять идет сравнение, идентичность, можно сказать, немецким сортам. Да, то есть еще раз я могу процитировать слова немецкого технолога из Мюнхена, с которым мы общались несколько лет назад, который не понимал, почему у кировчан есть непонимание. То есть иными словами очень удивительно для него было то, что местные не воспринимают продукцию Виача как фирменный продукт, да? На самом деле, как шутил один мой знакомый, так, в общем-то, Виача – это премиум продукт, на самом деле, если смотреть его в разрезе кировского потребления, по цене обычное, да? То есть такая парадокс. Вот, так, содержание высших спиртов в нашем продукте и в продукте немецком, исконном, мюнхенском одинаково. То есть по качеству мы спокойно такие же, как немцы. Это первое. Второе. Вот разница между тем, что делает Виасич и тем, что делает транснациональная компания, которая с большей значительной, скажем так, частью заводов в России вводит – это как раз сама технология. То есть вот я не раз недавно говорил о том, что есть удивительное, прекрасное, чудесное, очарующее, только в плане прибыли, американская концепция производства продукта. По-любому? Да. Ну, питьевого продукта. А, питьевого. Да, напиток. Так вот, эта концепция очень проста. Тебе нужен не сам продукт, тебе нужен сироп. Во-первых, сироп можно транспортировать. Его можно разводить. Его гораздо дешевле получить, чем сам продукт. У них эта конструкция прекрасно сделана на всем известной схваткой газировке – кока-кола, пепси-кола и так далее. С пивом, безалкогольным, разумеется, они проделывают тот же фокус. То есть большинство транснационалов сейчас, они, ну, пиво мы не раз говорили, начинается… Безалкогольное? Разумеется, оно начинается с брожения. То есть… Основа основ. Да. Бродит, собственно говоря, у тебя сусло, точнее, получается, как… То есть сначала ты варишь сусло. Вот ты варишь этот солод, проросшее зерно. Ну, если ты честный и правильный пивовар, ты берешь, естественно, пророщенный ячмень. Ну, в самом простом варианте пророщенный ячмень. Вот это и образует солод, это образует базу для того, чтобы варить дальше сусло. Но ты можешь варить это сусло по-разному. Транснационалы делают следующим образом. Максимальная температура, то есть 18-20 градусов. Ферменты. Подожди, что, варка при 18-20 градусах? Нет, пророжение. А, пророжение. Пророжение, прошу прощения. Но они, как всегда. Значит, само по себе сусло, оно варится при стандартной температуре, там, 85-90. Ближе к температуре кипения, ладно? Но при этом, если ты эту варку ускоряешь максимально, если ты делаешь ее просто насыщенной максимально... Ускоряешь, в смысле, ферменты туда всякую фигню добавлять? Да. Так вот, при этом у тебя, естественно, во-первых, все сахара сбраживаются. То есть, и у тебя из напитка исчезает вот этот солодовый привкус, который присущ нормальному пиву, безалкогольному, разумеется. То есть, у тебя солода в этом так называемом экспресс-пиве, ну, в этом шмурдяке, его не остается. То есть, оно все выбраживается. У тебя скорость и приготовление сусла, и самоображение. Ты гонишься за скоростью. Вот почему они гонятся за скоростью, это уже очень понятно. Это экономия. Объемы, объемы. Нет, нет, смотри, все про... Нет, объемы, это естественно. Но самое главное, это скорость. Если ты вместо того, чтобы сделать нормальный продукт за месяц, делаешь его за неделю, ты экономишь, ну, в первую очередь, ты экономишь электроэнергию, ты экономишь расходы на холод. Плюс у тебя само использование оборудования против месяца, ты используешь его неделю. То есть, понятное дело, что у тебя амортизация оборудования туда же закладывается, да? То есть, на этом ты делаешь хорошие нормальные деньги. Да, ведь небезызвестный Остап Бендер говаривал, скоро только у нас кошки родятся, да? Вот, ну, и вот они любым способом делают сироп, да? Вот этот сироп, он плотностью где-то 18%, да? И, соответственно, для того, чтобы получить... Примерно в три раза, в три-четыре раза гуще, если можно так выразить, да, чем тот продукт, который мы видим на пол. Ну, всё правильно. Ты в основном его разводишь два-три раза, разводишь потом поступивший сироп, причём ты разводишь его негазированной водой. Я сегодня смотрел как раз справочник по пивоварению, там чёрным по белому написано. Вот ты берёшь вот это, то, что ты делаешь, да, разводишь негазированной водой. Негазированной? Негазированной. Это ключевое? Нет, смотри, вот эти... То есть, вода негазированная, можно из речки взять, можно из лужи взять, можно из-под края. Нет, не надо так пинать людей с такой силой. Ну что, да, конечно, из водопровода они берут. Из водопровода нормально. Нормально, да, нормальную водичку взял, разбавил этот сиропчик, и потом ты его газируешь, это так и написано в учебничке для приготовления вот этого, ты его газируешь до нужной консистенции. Всё. Потом ты разливаешь это в баночки и продаёшь кировчанам за... Под разными, любопытными, красивыми этикетками, картинками. Самое главное, вот я буду повторять это из раза в раз, люди этого не понимают. Когда ты видишь на полке, я заходил буквально вчера или позавчера в магазин, когда ты видишь на полке стоимость своего напитка в 29 рублей, это греет твоё сердце, особенно если человек прижимистый, любящий деньги, ты понимаешь, что это прекрасная возможность сэкономить. Ты сэкономишь, в отличие от вязи... Да, ты понимаешь, что ты сможешь взять 2, 3, 4... Ты сэкономишь минимум 20 рублей. 20 рублей, гигантские деньги, да? Но при этом хорошо понимать, что вот это 29 рублей на полке, это плюс сюда, это из этого 60% это наценка торговой сети. Ну хорошо, 50, ладно, будем милосердны. Значит, соответственно, 14,50, 14,50 это пол-литра. Акциз на производство 21 рубль. Вместе с НДС... Нет, 23... О, повысился, правильно, 23 уже стало. Вот 23 акциз, вместе с НДС 26. Внимание, внимание, как говорится, в студию, да? Сейчас отрицательные числа пойдут. Да, нет, представляешь, у тебя стоит... Ты продаёшь литр напитка упакованного в банку. Банка стоит денег. Доставка в магазин стоит денег. Всё стоит денег. Так вот, ты продаёшь литр за 28 рублей, да? Ну, за 29, хорошо. Ну, 30 рублей, да. 30 рублей, да. При этом акциз у тебя 26. То есть ты фактически продаёшь за 4 рубля литр продукции. За 4 рубля литр продукции. То есть банка тебе приносит 2 рубля. Но это не прибыль, это себестоимость фактически, которую ты возвращаешь вместе с прибылью, да? То есть каким образом можно продавать за 2 рубля пол литра продукции? Просто вот ни в какой... Магия у меня только одно слово, да. Это мистика и магия, это тайна, это волшебство, да. Вот и ещё моментик. Ребят, когда вы чувствуете в напитке цветочный аромат, это следствие не... Вы не радуетесь. Нет, не радуетесь. Вы не ликуетесь, вы задумаетесь. Это, ребят, я вас расстрою. Это даже не ароматизаторы в общем дело. То есть я тоже раньше думал, когда вот ты ловишь в какой-нибудь продукте, вот этот цветочный привкус, аромат, да, ты наивно думаешь, что собаки какие-то химикаты набухали туда, вот, значит, там ароматизаторы. Ребят, это даже не ароматизаторы. Это просто высшие спирта придают напитку. Спирты. Спирты. Да, уж по-русски. Ну, хорошо. Спирты. Не помню, в фармакологии говорят часто очень спирта. Ну, ладно, бог с ним. Я настаиваю. Хорошо. Спирты. Граморнация. Ладно. Владимир Сметанин, граморнация. Хорошая визитка получится. Так вот, эти высшие спирты придают запах, цветочный аромат продукту. Ребята, высший спирт – это яд. Это то, о чем мы в самом начале говорили, да, исследовать продукцию. Ребята, это сивуха. В нескольких компаниях количество высших спиртов в продукции. Сейчас 150 миллиграмм на литр. Причем не буду называть. То есть практически в два раза больше. Больше. Не буду пинать сейчас конкурентов, хотя, в общем, подмывают, но не буду. То есть это очень известные марки, как раз по 29, по 37 рублей. Их очень много продается в Кирове. Радостные кировчане их берут. Ребята, у них 150. И что это значит? Это значит… То есть цифры-то есть, и продавать-то все равно можно. Никаких ограничений нет. То есть все, опять же, на плечи потребителей. Конечно, да. Конечно. Хочешь – покупать, да, но там 150. Существует правило, существует… И в том-то деле, что это не ГОСТ. По ГОСТу, в принципе, ты где-то вот это 150. Ну, это плохо, да. Мы знаем, что это плохо. Но это такое превышение. Ну, может быть, если поймают, то штрафуют компанию. Скорее всего, не поймают. Или как-то по-другому решат, как у нас в стране вводится. Так вот, в этой суррогатой продукции запах цветочный, ребят, это не продукт. Это сивука так пахнет. Это первое. Второе – не ищите в этом добре хмеля. Вот то, с чего мы начали говорить, да. Я очень рыжал. Ну, тут я назову, потому что мне нравится это сочетание. Это пиво безалкоголя, разумеется. Три толстяка. Толстяк, да, по-моему? Да я не рискну сейчас утверждать. Может быть, как-то изменилось. Нет, толстяк, толстяк. Конечно, безалкогольное пиво толстяк. Я в свое время был, сейчас переведу с матерного на цивилизованный парламентский, цивилизованный, литературный русский. Я был ошеломлен и изумлен от того, что я читаю этикетку. И вообще рекомендация всем, читайте этикетки. Там очень много интересного попадается. Так вот, на этикетке было написано «экстракт акации». Помнишь, я тебе фотографию присылал даже? Вот я был в недоумении, потому что у меня акация и пиво, безалкогольное, разумеется, они никак вот у меня какие-то такие... Но если только ты в таком состоянии, что куст акации оказался рядом, и ты уже хватанул хорошо, и ты заел акации, и все это дело. Вот может быть тогда... Мы с тобой пока не работаем в наркологическом диспансере, где такие люди, которые закусывают акации, они скорее всего попадают туда. Так вот, вернувшись, экстракт акации и пиво безалкогольное, они не могут сочетаться. Я все время был в недоумении. А почему они туда добавляют? Ну, это какой-то непонятный вариант. Оказалось, экстракт акации по своему привкусу напоминает хмель. То есть они тем самым... Напоминает, ключевое слово. То есть они, естественно, тем самым заменяют хмель, которую они не кладут. Хмель стоит дорого, ребята. Хмель в России выворащивается практически ни о чем. И весь хмель, который идет на вячище, это альпийский хмель. То есть это Германия. Поставщик основного хмеля — это Германия. Так вот, немецкий хмель стоит дорого, и для того, чтобы его не класть, ребята кладут туда экстракт акации. И получается вот, что когда вы открываете банку... Помнишь, мы говорили на прошлой передаче о том, что самый простой вариант, ребят, вы возьмите, налейте в стакан то, что вы пьете, и дайте возможность отстояться, чтобы газики вышли. По одной простой причине углекислая кислота, то есть СО2... И вы увидите, как появится росток акации, и зацветет прямо у вас на глазах. Нет, ну тут мы разовьем... Тут ты хочешь развить сказку о Буратино, да, там это пять золотых, вырастет дерево... Ну или кто там бабка плюнула, детка плюнула, и появилась снегурочка. Ну вот, он где-то так, то есть распустилась акация под окном. Вот, и суть в том, что когда вы открываете банку суррогата, бутылку, банку, без разницы что, вы должны прекрасно понимать его. Во-первых, вы пьете... Ну, то, что вы пьете шмурдяк, это я не устану повторять, но самое главное, там нет ни сода, он выбродил. Потому что солод — это сахара, да? Микроорганизмы его сожрали в процессе. Микроорганизмы его сожрали, потому что гораздо выгоднее, чтобы они его сожрали. Вот. Ну ничего, потребитель все равно ничего не поймет, правильно? Вот, там нет сода, и там нет хмеля. Там есть заменители, и есть фактический цвет. И газировка. С углекислым газом хитрость большая. Когда вы выпиваете напиток с содержанием приличной углекислоты, вот это пена, пузырьки и все, на рецепторы, которые оценивают качество продукта, эти пузырьки волшебные влияют. В этом, кстати, притягательность сваткой газировки тоже в немалой степени. То есть, грубо говоря, любое... Извините за выражение там... Любую ерунду ты загазируй, и она сойдет за более-менее приличный продукт. То есть, вкусовые рецепторы нас обманут. Вкусовые рецепторы... Нет, ну, любую ерунду. Будут обмануты. Любую ерунду вряд ли. А вот то, что ты можешь загазировать продукт, и у потребителя возникнет ощущение, там и горечь есть. Там есть какой-то приикус. О, как хорошо, скажет наш потребитель. Да, вкуснее. Какая-то свежесть есть и так далее. То есть, две вещи на самом деле, это совершенно враги потребителя, это сахар. Я не устану это повторять. Потому что очень прикольно, потому что сахар добавляется сейчас практически во все продукты. То есть, в соусы, вот вещи, которые даже ты не ожидаешь. Там творог, сметана, соусы и так далее, и так далее, и так далее. Да что уж греха-то ведь обладатели дымной привычки, я так выражусь. Привкус можно почувствовать, вот кладя это в рот, в губы. Сладковатый есть привкус. Приманивают тем самым. Конечно. Это манок. Да. Ты получаешь пристрастие к сахару. Второе, конечно, углекислота. Да. То есть, еще раз этот простой эксперимент. Возьмите бутылку вятича, безалкогольного, разумеется. Возьмите бутылку известного бренда, безалкогольного, разумеется. Налейте два стаканчика, дайте отстояться полтора часа. А и потом с ожидательной дегустацией вам все расставят на свои места. Слушай, и все-таки вот как любой, как нормальный здравомыслящий человек, я не могу понять, почему бы не государству или кому-то не установить все-таки такие правила. Вот как в техосмотре автомобилей. Если у тебя превышение по каким-то показателям, ну, у машины-то превышение ЦО, выхлопа. Все, иди долой, иди отсюда, приводи все в соответствии с принятыми нормативами и выпускай нормальный продукт. Вот я к этому повышению, это в 150. Почему не установить такие жесткие правила? Я тебе не могу ответить на это. Все, пинок. Я не могу тебе аргументированно ответить на этот вопрос по одной простой причине, я не знаю. То есть, в моем понимании, если существует ГОСТ, то он будет неукоснительно соблюдаться. И любой анализ лаборатории такой, он вызывает сразу вопрос у компании, которая производит продукт. Так как этих вопросов нет, вероятнее всего, в ГОСТ внесены изменения. Причем, я совершенно не исключаю, я сталкиваюсь с этим вариантом в отношении других пищевых продуктов. Существует возможность выпуска по ГОСТу, да, а существует возможность выпуска по ТУ, техническим условиям. Технические условия новые, приобретаются, делаются и так далее, и так далее. То есть, лазейки в законе, которые существуют, они, скорее всего, используются. И только вот это объясняет засилие как раз вот этого шмурдяка, на самом деле. Но котят должен себя поправить, потому что есть еще одна вещь. Проверить, использовался ли фермент или не использовался, очень трудно. Очень трудно, почему? Потому что, во-первых, есть, кстати, есть ферменты, которые маскируют высшие спирта. Даже такие технологии существуют. Есть такие варианты. Когда ты добавляешь фермент, у тебя превышение пассивухи, но благодаря ферменту простой лабораторный анализ не берет. То есть, он их не видит. А, помню, ты говорил, там нужен какой-то серьезный очень анализ, суперкрутая установка чуть ли там, не спектральная какая-то. Ну, вот, понимаешь, вот это разница в позиции. Всеми хитростями, всеми возможными способами ребята впаривают вот этот шмурдяк. То есть, они ускоряют скорость, они экономят на сырье изо всех сил, они экономят на составе, они, ну, вот, делают просто все, чтобы получить продукт, примерно похожий на оригинал. Ну, суррогат, да? Эрзац. Вот, и дальше они играют абсолютно на понимании того, что покупательная способность нашего прекрасного народа год за годом падает и падает, уже довольно давно падает, да? И человек начинает в этой ситуации автоматически экономить. Ну, это же понятно, да? То есть, вот, ты, даже я, даже, я думаю, ты тоже самое. Ну, входя в магазин уже сейчас, мы начинаем считать, просто считать, потому что мы понимаем, что уже того, что нам хватало год-полтора-два назад... Да, раньше даже. Да. То есть, вопрос подъема цен, он болезненный сейчас. Ты любого обычного человека сейчас спроси, как тебе цены, он схватится за голову. То есть, потому что, ну, они действительно выросли, причем на первые продукты, как всегда, да? И официальная инфляция в 6% это очень смешно. Ну, когда ты читаешь эти новости, просто ничего кроме смеха, они, конечно, не вызывают. Вот, и на этом начинается игра. То есть, они прекрасно понимают, что рынок движется в сторону того, что потребитель вынужден, он хочет экономить, да? Давайте подсунем ему продукт, который дешев, который легко купить, который, ну, по вкусу... Практически халява, она халява, как известный слабкий. По вкусу же получается вроде бы как, ну, примерно где-то похожее, да? Хопа, а оно по 29. А Вятич стоит по 55, к примеру. Безалкогольный? Замечательно. Какая прекрасная экономия. Все замечательно, да? При этом человек не понимает и вот этот огромный провал в образовании населения, в понимании простейших даже вещей. Я, кстати, по этому поводу все время печалюсь, по поводу средней школы российской, то есть, российской старой, да? То есть, советской, на самом деле, СССР. Потому что все-таки какие-то базовые понятия, самые простые, там, в химии, в физике, в биологии, они, если ты не прогуливал полностью, да? Если ты не полный. Да, да, они оставались, то есть, и какие-то минимальные вещи оставались. Сейчас вообще непонятно, кто что соображает. И наш человек не понимает, он покупает суррогат, покупает неизвестно что, и он думает, что это ничем не закончится для него. И он абсолютно прав. Потому что ничего страшного не происходит раз, два, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят раз. Ничего страшного. Ничего страшного не происходит. Ты употребляешь это безалкогольное, так называемое, в кавычках, пиво в течение года двух-трех, у тебя ничего нет. У тебя эффект появляется через несколько лет. Когда внезапно у тебя начинается сама система организма, это желудочно-кишечное, это внутренний орган, ну, практически все, да? Ну, исключением легких, сердце уже позже даже начинает. Но и внутренняя секреция, и почки, и та же самая печь, ну, все-все-все, высшие спирты, у тебя суррогат накапливается, и, наконец, у тебя начинает перед глазами материализовываться табличка с надписью «Врач». Вот медленно, но верно. И тогда ты, может быть, если у тебя высокий уровень, как бы, самоанализа, ты поймешь, что вот эти годы экономии по 10 рублей, да, они тебе буквально сгорят за несколько месяцев покупки лекарств. Вот и вся трагическая история того, что нам, папуасам, значит, привозят этот волшебный суррогат. Перед тем, как у тебя рекламу, она будет через 2 минуты, я все-таки хочу еще уточнить по поводу исследования продукции «Вятича», о котором мы говорили в самом начале. Это исследование, оно обязательное, оно с какой-то периодичностью должно протекать, либо это по собственной инициативе производитель «Вятич» вот так провел? Нет, это собственная инициатива, конечно же. А для чего тогда? Вы опубликуете, обнародуете, да, это результаты этого исследования? Я думаю, что у нас пора, во-первых, начинать публиковать, на самом деле, исследования, проведенные по продукции «Вятича». Это интересно, действительно. Но мы проводим по собственной инициативе по одной простой причине. То есть мы хотим быть в курсе того, что происходит на рынке. Мы, допустим, знаем, что немецкие сорта, ну, по-настоящему импортные, те, что ввезут. Хотя мы противники, на самом деле, транспортировки пива, безалкогольного, разумеется, на большие расстояния, да. Вот, мы, но настоящее мюнхенское, то, что привозят к нам, оно стоит, там, где-то, 120, 130, 150 рублей в магазине, да. Но дешевле сотни оно не бывает, в принципе, это очень правильно. И не везде бывают, и не все сорта. Вот у них показатель по высшим спиртам такой же, как у нас. 89, насколько я помню, вот, в прошлый раз показывали результаты исследований. Да, да, да. Там было 89, у нас то же самое 86, 87, 89, 90. Там есть по одному сорту, но единичка, это, я считаю, роль не играет. Все. То есть мы по уровню качества, по составу, это независимое заключение, мы точно такие же, как немцы. Все замечательно и хорошо. То есть вот как мы эти традиции держали, так мы их и будем держать. Сейчас будет реклама, полторы минуты она продлится. Вернемся к разговору с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжаем наш разговор с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич». Ветич уже несколько месяцев, нет, уже больше года мы живем, и многие довольны тем же самым «Ветичем зеленым» безалкогольное. Затем был «Ветич красный» безалкогольный. Безалкогольный. Это к чему? К тому, что однажды ты сказал в нашем эфире, что точка-то не поставлена, и новые сорта будут появляться и будут выходить. Это одна из серьезных черт, собственно, продвижения продукции предприятия. Итак, новые сорта. Что там планируется? Ну, сейчас вопрос стоит о том, какой именно сорт мы выпустим к моменту постановки памятника Шнейдера. На 15 октября, напомню. Ну, ориентировка, да. Мы сделаем очень просто. Мы возьмем, сделаем аутентичный продукт, то есть возьмем Шнейдеровский рецепт, полностью его установим. Это первое. Второе мы пытаемся... Мартовское, да? Нет, конечно нет. Значит, это будет именно не сезонное, не ситуационное пиво безалкогольное, а именно нормальный совершенно сорт. Но мы сделаем, во-первых, аутентичный Шнейдеровский рецепт. Во-вторых, мы сделаем его в виде, то есть сама упаковка, все остальное, это должно быть именно отсылать к дореволюционным традициям. То есть к тому 903 году, когда Карл Отто основал. Слушай, а неужели все это сохранилось? Конечно. Все можно прочитать на бумагах, зафиксировано. Это все есть. Больше часть того, что нам нужно есть. То есть, ну, не все референсы, как можно говорить, остались. Но рецепт мы воспроизведем. Это точно вчера как раз мы выясняли. И с этикеткой, с оформлением продукта мы поработаем. Я думаю, что он займет достойное место на полке. Но вот много раз поднимался вопрос, и он очень непонятен. Бывает, что непонятен самым разным людям. То есть, есть иллюзия на тему того, что на новых сортах, вот на те, которые ВЯЧ вводит, да, основная задача их заработать денег. Ребят, значит, смотрите внимательно. Сам все выход нового сорта, это не заработок денег. Это эффект новизны. То есть, на этом эффекте новизны как раз те самые ненавистные транснациональные компании играют очень хорошо. То есть, если ты обратишь внимание, то на полках постоянно присутствуют новинки. Там, Балтика, как-нибудь еще, чем-то еще, чем-то еще. Безалкогольная. Разумеется. Добавлю на всякий случай. Да, пожалуй, замечу, то, как выглядит эта продукция, упомянутая тобой сейчас, она выглядела иначе 5 лет назад, 10 лет назад, 15. Что-то какие-то краски добавляются, шрифт какой-то другой и так далее. Ну, если бы ты более внимательно следил, то я могу сказать, что примерно раз в полгода или в несколько месяцев появляется новый сорт, новый вид того, что там. Это то же самое, но вид сбоку. То есть, тот же сурагат, тот же шмурдяк, все то же самое, но чуть-чуть другой. Этикеточка другая, картинка другая, немножечко другая. Шрифт другой, размер что-то расположения. Ну, естественно, ты начинаешь пробовать. Ну, тебе интересно, просто что-то новенькое появилось, а вдруг. Людей, которые пробуют новенькое, их примерно 10-15% потребителей. Это много. Которые постоянно следят за новинками. Конечно, конечно, за новинками. Которые реагируют на них сразу. Сразу вообще. То есть, появилась новинка, у тебя 10-15% начали пробовать. Это логически все понятно, да. Беда в том, что ребята, они делают свои новинки. Вот тут как раз, правда, очень просто. Это просто извлечение денег. То есть, постоянный подогрев интереса к продукту. Но не за счет рецептуры, не за счет качества, а только исключительно за счет фантика. Оберточки. Оберточки. То есть, ребят, вот у нас есть своя аудитория. Мы ее все лучше и лучше понимаем. Это люди, которые любят себя, собственно говоря. То есть, вот есть ребята, которые готовы удовольствоваться роли папуаса. Вот, ну, продают за, грубо говоря, продают за черную нефть и продают стеклянные бусы. За черное золото, стеклянные бусы. Хорошая фраза. И есть люди, которые на это готовы идти. То есть, они готовы платить и копейки, им плевать на себя, плевать на свое здоровье. Плевать на, собственно, плевать на собственный вкус, плевать на собственное удовольствие. Ну, примерно вот что-то они получают в виде этого безалкогольного пива. А что будет дальше, неважно. Им вообще вот выше среднего уровня не хочется подниматься. Кстати, к слову, раз уж я упомянул два продукта вятича, безалкогольных, красные и зеленые. Как ситуация сейчас обстоит с востребованностью? Кто опережает по продажам? Зеленые по-прежнему, да. Зеленые по-прежнему. То есть, вот они втроем, зеленые, красные и летние, они вполне имеют свою аудиторию, свой рынок. То есть, это меня радует, с одной стороны. С другой стороны, если честно, в ванне зеленого безалкогольного, я, естественно, рассчитывал на больший охват. Но там вопрос, мучительный вопрос о том, что выйти на рынки соседних регионов, не говоря о том, что в Москве, мы пока не выросло, у нас ничего на эту тему. То есть, с квасом, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, что-то, а вот по ассортименту безалкогольного пива пока нет. Раз уж говорим о новинках, давай с другой стороны, да, о тех продуктах, которые уже долгие годы выпускаются. Например, тоже классическое, да, если не ошибаюсь? Безалкогольное, классика, да. Может быть, есть планы отказаться от каких-то сортов, может, вы понимаете, что вот это уже как-то устарело, и пора сворачивать. Нет, нет, есть позиции в линейке, которые сами по себе аккуратно, в общем-то, накрылись. И это очень хорошо, потому что брать на себя роль Господа Бога и быть уверенным в том, что рынок у тебя все возьмет, да, это чушь. То есть рынок всегда умнее тебя, обстоятельства всегда больше, чем ты думаешь о них, и пусть рынок сам отбирает то, что людям нравится. То есть бывают ситуации, когда людям ты не... вот это прокол в чем? В том, что я считаю, это такая вина вятича, то, что мы не успели раньше донести до потребителя, что мы делаем на самом деле. То есть мы как-то пустили это на самотек, и вот только последние годы наверстываем. Так вот... Ты имеешь в виду информационную кампанию, да? Конечно, конечно. То есть мы упустили этот момент, и люди вот сейчас, они не понимают, что вот это настоящая вещь, да, то, что мы делаем. А то, что им пытаются впарить, то, что им привозят, это на 99, ну, на 90 процентов. Хорошо, это ерунда. Вот. И... И поэтому возникают определенные проблемы, которые мы сейчас в своей передаче в том числе и пытаемся устранить. Мы пытаемся с самых разных сторон зайти, к одному и той же на самом деле вещи. То есть мы пытаемся добиться того, чтобы у ВЯЧ была стабильная своя настоящая аудитория. И самое главное, чтобы люди, которые вот сейчас совершают выбор, там, 18, 20, 21, не помню точно возраст, во сколько приходит такой выбор продукта, да? И, конечно, без алкогольного пива, я имею в виду. Но вот эти люди, которые совершают выбор, нам надо как-то очень мягко, аккуратно, ни в коем случае не напрягая и не пытаясь переубедить, там, пропагандировать что-то. Мягко поставить чек, когда у него есть осознанный, ясный выбор. Вот это, вот оно дешевле, вот оно делается так, вот его последствия. Вот ВЯТИЧ, он дороже, он делается так, вот его последствия. И фирма сама, компания ВЯЧ, она открыта. То есть ты можешь, ну, сейчас из-за пандемии у тебя с экскурсиями... Ну, тяжело, да, сейчас, и не только компания ВЯЧ испытывает эти трудности, да. Ну, сейчас, если все-таки эта пандемия разрешится, опять начнутся экскурсии. Ребята, иди и посмотрите на оборудование, посмотрите на сырье. Попробуйте то, что делается прямо из бака. Вот просто слив, да? Да, звучит-то как, из бака попробуйте. Из танка, правильно, из танка. Все это убедит вас еще раз и еще раз. Если можно было там, не знаю, полкирова быстро пропустить через эти экскурсии, вот люди начали бы задумываться. Но, к сожалению, такой поток не организовать. Вот. У меня сейчас во лбу в голове стучит мобильное приложение, мобильное приложение, когда вы все это сможете дистанционно, в том числе, показывать и так далее. Я думаю, мы на самом деле... Для ленивых людей. ...начнем это делать даже до приложения. Мы начнем показывать сам Вятич, показывать его продукты. Может быть, это удастся сделать в ближайшие месяца-два. Может быть, что-то удастся уже к памятнику Шнейдера. Но это длинный разговор. Отложим его до приложения. Я бы... Ну, у меня мечта. Мне хотелось бы, чтобы вот у нас будут фильмы про компанию, будут фильмы про продукты, будут сами репортажи с места производства самого. Вопрос... В преддверии 120-летия, да? Ну, я думаю, что мы будем постепенно их наращивать. Ну, 120-летие, да, такой пиковый момент. Но самое главное, что проблема сделать это все действительно интересным для человека. Потому что если просто показываешь ему емкости, да, и рассказываешь, что два килограмма сюда, три килограмма туда, и сейчас нагреваем... И стоит там несколько сотен тысяч евро. Да, но это как бы довольно скучно, на самом деле, для рядового человека. А все-таки я верен формуле Волта Диснея, да, о том, что просвещать надо, но развлекаясь. То есть, как бы... И поэтому задача... Ненавязчивая. Да, да. Задача в том, чтобы сделать информацию о компании удобной, интересной, понятной. И самое главное, чтобы человек понимал, что к нему относятся уважительно. Вот это ахиллесово пита, очень многих людей рекламирующих продукцию, они наивно думают, что покупателю надо впарить. Вот это меня чем дальше, тем больше бесит. По одной простой причине. То есть, ну, хочет ли кто-нибудь, вот скажи мне честно, как ты считаешь, хочет ли хоть один человек, чтобы ему что-то впарили? Ты знаешь, мне кажется, что прямо у нас, вот здесь, в городе, в регионе, число людей, понимающих, что им что-то пытаются постоянно впарить, оно растет. И вот как раз вот эта осознанность в плане выбора продукта, об этом задумываются все больше и больше людей, мне кажется. Это мое мнение. Я согласен с тобой, кстати. Мы устали просто от этого наставимого натиска. За предыдущий год рынок пива, безалкогольного, разумеется, сдвинулся от транснациональных компаний в пользу региональных производителей. Порядка 12 или 15 процентов регионалов у транснационалов откусили. То есть, людей, которые начинают понимать, что им продают как раз стеклянные бусы, увеличивается. Полминуты у нас остается. Прошу прощения. Ответственное потребление, умные потребители. Локальный бренд – это то, на чем стоит ВИАЧ, и он будет на этом стоять. Понимаешь, вопрос не в том, чтобы ухватить всю аудиторию, не в том, чтобы сделать всем необходимое. Нам нужны свои люди. Люди, которые понимают компанию, верят в нее, знают. И вот и все. Заканчиваем. Слышу я голос звукооператора в наушниках, естественно. Надо не слышать его наши слушатели. Спасибо, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании. До следующего безалкогольного вторника. Всего доброго. До свидания. Удачи. Крупный план.